Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первое Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины. Причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» будет посвящен кроссоверу, чей разброс цен на вторичном рынке поражает своим размахом. Эти автомобили буквально начинаются от отметки 350-400 тысяч за состояние недвижимости и заканчиваются где-то ближе к 900 к единице, в зависимости от года выпуска и состояния. В свое время своим появлением этот автомобиль наделал немало шума, еще бы, внешность шоукара и практичный класс кроссовера. А вот с чем можно столкнуться, выбирая подобную машину в 2022 году, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Nissan Murano в кузове Z50. Nissan Murano в кузове Z50 первым появился на рынке Соединенных Штатов Америки. Случилось это в далеком 2002 году. Через два года этот автомобиль начал продаваться в Японии, версии с правым рулем. А еще через три года эта машина в европейской спецификации добралась и до рынка России. Уходили из продажи эти машины также не одновременно. Первыми сбыт этих кузовов прекратился в Соединенных Штатах в 2007 году, Затем Япония на год позже и только в 2009 году 50-й кузов Murano исчез, что называется, с прилавков официальных дилеров в России. Версии Murano для разных рынков имеют, скажем так, некоторые отличия не только по агрегатной базе, но и чисто технического плана. Так, версии на европейский и американский рынок могут иметь различия как в тормозной системе, так и в системе охлаждения коробки передач. Ну а по агрегатам, на российский рынок эти машины поставлялись только в одном варианте, это 3,5-литровый двигатель VQ35DE на 234 лошадиные силы, вариаторная трансмиссия и полный привод. В Соединенных Штатах Murano в 50-м кузове продавались с моторами 3,5, но на 245 лошадиных сил. И при этом привод мог быть еще и передним. Ну а версии для японского рынка, помимо правого руля, также могли похвастаться версии с малым объемом двигателя, 2,5-литра это всем известный QR25DE в сочетании с обычным гидромеханическим автоматом на 4 ступени, но только передним приводом. Наш сегодняшний экземпляр это дилерская машина, европеец 2008 года выпуска, 3,5-литра, 234 лошади, полный привод и вариаторная коробка. В начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество окраса, а также про то, насколько хорошо или наоборот он способен сопротивляться нашим дорожным реалиям. По части толщины окраса Murano Z50 стандартный японский автомобиль. Показания толщиномера на этих машинах, как правило, лежат в диапазоне от 90 до 140 микрон. Сковы и царапины в процессе эксплуатации на лакокрасочном покрытии, естественно, появляются. И в этом плане Murano не лучше и не хуже многих своих одноклассников. Но при выборе подобного автомобиля первое, на что следует обращать внимание, это на коррозию. А вернее на то, чтобы этой самой коррозии на кузове данного автомобиля было как можно меньше. Поскольку по части коррозионной стойкости у Murano Z50 не все, скажем так, благополучно. И выбирать поддержанный экземпляр придется, возможно, достаточно долгое время. Помимо таких очевидных моментов, как наличие коррозии на нижних кромках боковых дверей, задних арок, причем в данном случае смотреть нужно не только сами отбортовки арок на предмет отсутствия ржавчины, но также и внутреннюю часть заднего брызговика, назовем его так, внимательно проверять на предмет отсутствия следов коррозии днище. И что самое существенное по этим автомобилям, необходимо в первую очередь внимательно изучить подкапотное пространство понравившегося экземпляра. Дело в том, что в силу не совсем удачной конструкции подкрылков передних крыльев, на этих автомобилях в первую очередь начинают гнить передние чашки. И делают они это, как правило, изнутри. Соответственно, если вы обнаружили на чашке в подкапотном пространстве следы ржавчины, с большой долей вероятности, это уже может быть сквозная дырочка. На вторичном рынке достаточно большое количество тех автомобилей, где ремонт подобной проблемы уже так или иначе был выполнен. Кто-то подходит к подобному кузовному ремонту со всей ответственностью, покупая цельные элементы от, например, распилов из Японии. А кто-то ставит заплатки. Все зависит от масштаба проблемы. Тем не менее, при покупке подобного автомобиля подкапотное пространство следует изучить особенно внимательно. А если вам повезло купить Murano в 50-м кузове без коррозии в скрытых полостях, то первое, с чего следует начать, это качественная обработка автомобиля антикоррозионными составами. Будучи выполненной своевременно, эта процедура значительно продлит срок службы вашего автомобиля. Кроме того, из характерных мест появления коррозии можно отметить и верхнюю кромку лобового стекла, собственно, саму зону под лобовым стеклом, а также не лишним будет открыть крышку лючка бензобака и посмотреть, что творится там. Так что при выборе подобного автомобиля кузов смотрим особенно тщательно. Что касается каких-либо характерных моментов по салону, то при осмотре подержанного Murano с кузовом все нормально. По сути, по салону остаются сущие мелочи. Стоит проверить работоспособность всех электростеклоподъемников в автомобиле, особенно это касается водительского. Также посмотрите, чтобы на руле функционировали все клавиши, которые здесь присутствуют, и не горела сигнализация подушки безопасности, поскольку подрулевой шлейф, как и на большинстве Ниссанов, на Murano повышенным долгожительством не отличается. Ну и дополнительно, так же как и на Infiniti в кузове Z50, на 50-м Murano имеет смысл проверить работоспособность всех регулировок кресла и само кресло на предмет отсутствия люфтов продольных, поперечных и так далее. На этих автомобилях компания Nissan была реализована функция комфортного входа-выхода, то есть, когда вы выключаете зажигание, открываете дверь, кресло автоматически отодвигается назад. И если на автомобиле ездил, скажем так, человек с очень большим весом, то это вполне могло привести к тому, что сами салазки кресла, сам механизм будет разбит, и кресло будет либо двигаться рывками, либо вообще перекашиваться в направляющих. В самом крайнем случае кресло в буквальном смысле идет боком. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обратите на эти моменты внимание. Дабы не заниматься ремонтом каркаса кресла сразу после приобретения. Ну и на будущее подобную функцию лучше сразу выключить через сервисное меню. Что касается единственного двигателя под капотом Nissan Murano на российском рынке, то это 3,5 литровый VQ35DE на 234 лошадиные силы. Эта силовая установка имеет, скажем так, достаточное отличие от более современной версии, которая ставится на Nissan Murano, и тем более от высокопроизводительных VHR-версий, которые ставились на Infiniti FX35 в 51-м кузове. Этот мотор можно назвать одним из самых слабо форсированных во всей линейке VQ того времени. По конфигурации он представляет собой V6 с алюминиевым блоком цилиндров. Привод ГРМ здесь цепной, причем цепи-то выхаживает очень большие пробеги, как правило за 250 тысяч километров, иной раз и под 300 тысяч, что многим современным двигателям может только сниться. Здесь есть один фазовращатель, на впускном валу коллектор с изменяемой геометрией, то есть с поворотными заслонками на оси, шесть индивидуальных катушек зажигания по одной на каждый цилиндр и самый обычный распределенный впрыск топлива. Как говорится, никаких усложняющих конструкцию модных элементов. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на этих движках также нет, и по регламенту вы должны регулировать зазоры каждые 100 тысяч километров пробега. Однако на практике стоит отметить, что VQ35 отличается какой-то повышенной стойкостью. Зазоры здесь, как правило, не уходят даже на куда больших пробегах, чем заявлено регламентом. И крайне редко кто занимается регулировкой клапанов. Сразу оговоримся, что исправный VQ35 при должном уходе и обслуживании, и вниманию к своей персоне способен пробегать где-то порядка 500 тысяч километров пробега до капитального ремонта. Но не все так просто. У этого мотора есть также ряд особенностей, про которые нужно быть в курсе, когда вы выбираете себе подержанный Murano. И первый момент, с которым неизбежно сталкивается достаточно большое количество владельцев подобных автомобилей, это расход масла на угар. Масложор в данном случае, как правило, бывает вызван несколькими факторами. Первый и, пожалуй, самый неприятный, который однозначно будет обозначать капитальный ремонт двигателя, это последствия разрушения первой пары катализаторов, которые на этих двигателях расположены слишком близко для безопасного сосуществования с поршневой группой. В случае преждевременного разрушения катализатора на стенке цилиндра, естественно, образуются задиры, и пошло-поехало. Масложор в этом случае прогрессирует ударными темпами. Если вам повезло купить Murano, где каталитические нейтрализаторы в исправном состоянии, целые, а их состояние можно проконтролировать через посадочное место лямбда зонда при помощи видеоэндоскопа, то на таком автомобиле, если вы хотите дополнительно перестраховаться и вам позволяет бюджет, вы можете заменить верхнюю пару катализаторов на универсальные с металлическим наполнением, которое, в отличие от керамики, не грозит при разрушении повреждением зеркалого цилиндра. Также на достаточно большом количестве 50-х кузовов каталитические нейтрализаторы и вовсе удалены из системы предыдущим владельцам. Но в этом случае ваша задача при покупке, при осмотре несколько упрощается, поскольку каталиков уже в системе нет, и ничто не будет задерживать масляный дым, если таковой мотор производит. Поэтому при осмотре Murano обязательно протестируйте машину на дымность. Подержите 2000 оборотов в течение 30-40 секунд, и затем продавите педаль газа, насколько вам позволит электронный ограничитель. К подобному эффекту масложора может также привести и перегрев двигателя. Поэтому, как эксплуатанту Nissan Murano в 50-м кузове, вам придется достаточно внимательно смотреть за системой охлаждения, за частотой основных радиаторов, за исправностью термостата и за герметичностью всей системы. Ну и третий момент, который также может обуславливать расход масла, это выход из строя системы вентиляции картерных газов. Как правило, в этом деле повинен сам клапан ВКГ, и после 100 тысяч километров пробега его, возможно, придется заменить на нормально функционирующий. В остальном, ВК35DE это самый обычный двигатель, который точно так же может периодически огорчить выходом из строя какой-нибудь из катушек зажигания. И в случае, если каталитический нейтрализатор еще на месте, то с заменой с боящей катушки лучше сильно не затягивать. Большинство владельцев подобных автомобилей так или иначе сталкивались с необходимостью поменять датчики распредвала с ошибкой P0340, которая проявляется в виде дергания автомобиля при езде, либо машина может глохнуть и потом перезапускаться, как ни в чем не бывало. Ну а ошибки по фазовращателю в некотором смысле могут быть связаны с падением давления масла по причине разрушения прокладок маслоканалов. Вернее, эти прокладки, их здесь всего две, они уплотняют крышки маслоканалов, которые находятся под лобовиной двигателя. Соответственно, при ревизии газораспределительного механизма, то есть если вам все-таки пришлось залезть в цепь, и эти прокладки у вас еще стоят оригинальные, лучше их заменить на либо металлические, либо как-то по-другому обойти вопрос с герметизацией, что позволит в дальнейшем не думать о том, что потихоньку ваш двигатель может терять давление масла. Ну и последнее, если вы столкнулись на BQ35DS с проблемой не очень ровного холостого хода или с вибрациями на холостых оборотах, вполне возможно, у вас в системе где-то организовался непредусмотренный конструкции подсос воздуха. Помимо очевидных вещей в виде патрубков и шлангов, можно посмотреть на предмет целостности прокладку впускного коллектора, либо уплотнители оси заслонок впускного коллектора. Через них также может подсасывать воздух. Ну и как и на любом другом двигателе, при регулярном ТО возьмите за правило чистить дроссельную заслонку и помните о том, что после данной процедуры ей потребуется адаптация. В общем и целом, если вам повезло купить живой BQ35DE и вы будете менять в нем масло, скажем, раз в 7500 км пробега, следить за состоянием свечей зажигания и заливать сюда нормальное топливо, не допуская чрезмерной детонации, то эта силовая установка может прослужить вам очень и очень долгое время. Ну а теперь пару слов про полный привод Murano и про коробки передач. По полному приводу на данном автомобиле основные ведущие колеса это передние, через муфту подключается по требованию ось задняя, можно принудительно заблокировать муфту, в этом случае распределение будет в пропорции 50 на 50. Сама по себе муфта достаточно надежная, и угробить ее можно, разве что специально, если часто использовать Murano на бездорожье. И то здесь открытый вопрос, что у вас погибнет раньше, муфта подключения полного привода, либо коробка. По большому счету ресурс, например, кардана или приводов, здесь никаких нареканий не вызывает. И привода, и кардан способны отслужить за 200-250 тысяч километров пробега. Самый основной момент, это смотреть на случаи со шрусами, например, до целостности пыльников, не допускать езды с рваными пыльниками и попадания внутрь грязи. Даже подвесной подшипник кардана здесь способен отработать под 250 тысяч километров пробега. А вот к низкому уровню жидкости в редукторах Murano, как раз таки, относится достаточно критично. Поэтому при осмотре автомобиля обращайте внимание на то, чтобы у вас не подтекали сальники приводов. Так что полный привод на этом автомобиле вполне себе надежный, и работает исправно даже на возрастных экземплярах. Что касается коробки передач, то если не брать в расчет праворульной японской версии с мотором 2.5, где стоял четырехступенчатый автомат, на версиях 3.5 полный привод для России устанавливали вариаторную трансмиссию. По классификации Nissan эта коробка проходит как RE0F09A, а по классификации производителя Jatco JF010E. Эту коробку действительно можно назвать источником проблем. для Murano, особенно на первых автомобилях, поскольку данный вариатор был первой пробой пера, когда компания Nissan поставила подобного типа трансмиссию на машину с большим объемом двигателя и, соответственно, с хорошим крутящим моментом. Вообще, положа руку на сердце, ресурс JF010E до первого вмешательства, какой-то переборки, способен достичь 200-250 тысяч километров пробега, но это в идеальных условиях, либо приближенных к таковым. А это значит, что на этом автомобиле не должно допускаться резких стартов с педалью в пол при трогании на сухом асфальте. Эту машину не нужно таскать на бездорожье, а также носиться по трассам на скоростях за пределами разрешенных, поскольку данная трансмиссия чувствительна к двум моментам. Первое – это загрязнение рабочей жидкости, а второе – это перегрев. Ввиду того, что сам по себе достаточно мощный кроссовер с большим объемом двигателя, который мгновенно отзывается на педаль газа, провоцирует на более агрессивную езду, первые собственники Murano исхитрялись прикончить эту трансмиссию к пробегу 100 тысяч. В данном конкретном случае ключом к смерти коробки будет являться даже не механический износ, например, конуса и ремня, хотя подобное возможно в случае, если коробка часто испытывает ударные нагрузки. Например, вы пытаетесь преодолеть бордюры, либо лазить по крупным камням на автомобиле, и вариатор то и дело вынужден работать с проскальзывающим ремнем. Нет. Первый момент, с которого начинаются все проблемы данной трансмиссии – это падение давления, что может быть связано как с выходом из строя редукционного клапана маслонасоса, так, собственно говоря, и с забитыми каналами в гидросистеме трансмиссии. Забитыми по причине попадания туда как продуктов износа конуса с ремнем, так и по причине того, что у особо активных водителей столь же активно изнашиваются и накладки блокировки гидротрансформатора. Поэтому для продления срока службы данной коробки, если вы приобрели ее в исправном состоянии, необходимо соблюдать два момента. Первое – это частая замена рабочей жидкости. Хотя бы раз в 40 тысяч километров пробега сюда заливается фирменная ниссановская жидкость NS2 с сопутствующей заменой фильтра. А второй момент – если вам позволяет бюджет, и вы часто ездите по трассе на тех скоростях, с которыми Murano это позволяет делать, то есть за пределами разрешенных с официально скоростных лимитов, обязательно озаботьтесь установкой дополнительного охлаждения на коробку. В этом плане немного лучше дела обстоят у европейских версий, поскольку у американских Murano с охлаждением все было достаточно печально. Но, тем не менее, если вы планируете долго эксплуатировать подобную коробку, поставьте дополнительный радиатор. Это не те затраты, которые вы можете понести, если попадете на ремонт подобной трансмиссии. Конечно, нужно сказать пару слов о хорошем. Первое – это действительно удобно. Сочетание трехсполовинчатого тиговитого двигателя и вариаторной трансмиссии, бесшовное переключение, отсутствие переключений позволяет вам действительно с комфортом передвигаться по городу, в пробках и так далее. При этом двигатель будет работать на небольших оборотах, что существенно сказывается на экономии топлива. Если двигатель на вашем Murano находится в исправном состоянии, то данная трансмиссия позволяет вам в летнее время расходовать в городе порядка 11-12 литров на 100 км пути, при условии, что вы соблюдаете установленные скоростные лимиты и в целом управляете автомобилем плавно, без резких дерганий и разгонов. В общем и в целом, покупка подобного автомобиля с вариаторной коробкой вполне возможна, но не лишним будет уточнить у предыдущего владельца, делал ли он что-либо с коробкой, в обязательном порядке замерить параметры работы трансмиссии, включая замер давления, ну и удостовериться, что все работает как нужно в процессе тест-драйва. Впоследствии озаботиться установкой дополнительного охлаждения и не забывать про регулярную замену масла и фильтра. Ну а теперь поговорим про подвеску. Подвеска на Murano первого поколения получилась весьма сбалансированной с точки зрения устойчивости управляемости и ездового комфорта. Например, на Infiniti, также в 50-м кузове, этот баланс изрядно завалили именно в сторону жесткости и рулежки, но в ущерб комфорту. Murano в этом плане более лоялен к своим пассажирам. Что касается принципиальной схемы устройства, спереди у нас Macpherson, а сзади многорычажка. Что касается ресурса большинства компонентов подвески, он не лучше и не хуже, чем у большинства одноклассников. В целом, ходовку Murano можно признать достаточно крепкой. И несмотря на то, что по замыслу производителя многие вещи здесь должны меняться узлами, как, например, шаровые опоры, которые запрессованы в рычаги и, по идее, не подлежат замене отдельно, но при желании вполне можно найти на рынке дубликаты запчастей, причем неплохого качества. И не менять, например, рычаги целиком при необходимости замены какого-то из сайлинблоков. Помимо втулок и стоек стабилизатора, на Murano, особенно первых серий, так или иначе, до пробега 100 тысяч были случаи выхода из строя опор передних стоек, которые возвещают о скорой замене появившимся стуком при езде по мелким неровностям. Также к пробегам 90 стоп уже начинали потихоньку проситься на замену сайлинблоки передних рычагов. Что касается рулевой рейки, как самой дорогой детали любой ходовой части, у Murano в 50-м кузове по этому моменту все благополучно. Рейка сама по себе здесь весьма и весьма крепкая. Выхаживает она хорошо за 200 тысяч километров пробега. Встречаются автомобили с большими пробегами, где эта деталь до сих пор стоит родная. Единственное, что при эксплуатации подобного автомобиля нужно хорошо смотреть за целостностью пыльников. В случае, если пыльник порвется и под него попадет влага, рейка достаточно быстро возвестит у необходимости переборки характерным стуком. Хорошо, если в данном случае получится отделаться только заменой втулок и шлифовкой штока. Усилитель рулевого управления на Murano обычный гидравлический. И чаще прочего владельцы этих автомобилей сталкиваются с течью шланга ГУР высокого давления. Поэтому при покупке подобного автомобиля обращайте внимание на то, чтобы система ГУР была без лишних масляных подтеков. Замена шланга на оригинальный удовольствие недешевое. Можно поставить и дубликат, можно отремонтировать старый. Но в этом случае вы будете выбирать, что делать, исходя из своего бюджета. Поэтому лучше, чтобы на Murano, который вы покупаете, никаких вопросов по протечкам системы ГУР не было. Что касается задней подвески, то здесь на Murano в первую очередь могли потребовать замены сайлинблоки именно задних продольных рычагов. Все остальное, в принципе, выхаживает под 150-200 тысяч километров плюс-минус. Все, конечно, зависит от режима эксплуатации автомобиля. И нужно отметить, что при осмотре Murano 50-го кузова снизу, вы вполне можете обнаружить достаточно прозрачный намек на то, какому типу покрытий все-таки принадлежит этот кроссовер. Обратите внимание на то, как низко на автомобиле висит выхлопная труба. Удивительно, но Murano в 50-м кузове это один из немногих автомобилей, где низшей точкой является не поддон двигателя, например, и не поддон короткой передач, а именно выхлопная система. Поэтому, если вам все-таки приходится съезжать с дороги на вашем Murano, будьте осторожны, дабы ничего себе не оторвать. Ну и последнее. При осмотре Murano обязательно обращайте внимание на то, в каком состоянии находятся подрамники автомобиля. В плане коррозии, пораженной коррозией до дырок подрамник, к сожалению, на 50-м кузове так или иначе встречается, ведь в отличие от кузовного железа, детали ходовой части от коррозии практически ничем не защищены. А также проконтролируйте, в каком состоянии находятся сайлентблоки подрамника, дабы не попасть на их замену сразу после покупки подобного кроссовера. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про 50-й кузов? На момент своего появления этот автомобиль действительно был крайне интересным предложением по соотношению цена-качество. За свою сумму денег вы получали достаточно немаленький кроссовер, весьма комфортный, комфортный как по ходовке, так и по салону, с разгоном до сотни за 8,5 секунды и расходом топлива в городском цикле порядка 12 литров на 100 километров, опять же, если вы никуда не спешите. Очень даже интересный вариант, но если вы смотрите подобный автомобиль на вторичном рынке, особенно машину первых лет выпуска, то вы должны иметь в виду, что с подобной машиной вы вряд ли получите беспроблемную эксплуатацию без вложений. Вкладывать в Мурана вы в любом случае будете. Вопрос объема этих вложений и их периодичность. Соответственно, при выборе подобного автомобиля советуем заранее отместив экземпляры, которые продаются по низу рынка. Помните о том, что помимо вопросов по двигателю и коробке передач, которые в данном случае не бюджетно в устранении по этой машине, основным и самым дорогостоящим вопросом будет кузов. Поэтому, если вы твердо задались целью взять подобный Мурана, начинать лучше не снизу рынка, а с осмотра экземпляров, которые продаются по верхней планке. Если вам и удастся выловить живой хороший экземпляр, то, скорее всего, он будет как раз среди них. Также было бы большой ошибкой покупать подобную машину на последние деньги, не имея в резерве никакого финансового запаса. Ну а если вам повезло, и вы нашли действительно ухоженный, достойный экземпляр подобного автомобиля, который не огорчает ни нюансами по кузову, ни состоянием по части агрегатов, берите смело. Эта машина, даже будучи в возрасте, все еще способна подарить вам эмоции от вождения. На сегодня все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если вы являетесь или являлись владельцем Nissan Murano в 50-м кузове, проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, обязательно указывайте в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока. Спасибо. Пока.